Алексей Викторович Членов, у нас руководитель управления ГИБДД по Красноярскому краю. Это Сергей Иванович Егоров, руководитель отец молодежной политики и реализации программы общественного развития Красноярского края. И представитель трассы «Красное кольцо» Александра Сергеевна Штензе, мс. директора. И поговорить мы собрались по поводу как раз программы, которая не первый год у нас не существует. Но, естественно, есть свои отличия каждый год, есть проблема, которую пытаемся мы все решить. Это наши гонщики на наших улицах о том, как эта проблема решается, способствует ли этому программа, которая у нас реализуется на территории края. Об этом наши спикеры постараются нам сегодня рассказать. Поэтому я, Алексей Иванович, попрошу вас вначать в нашу сегодняшнюю беседу и потом оставить вас в пакетах. Спасибо, Петрович. Да, действительно, с наступлением хороших климатических условий возникает сразу вопрос, когда у нас на улице и дороге выдвигаются мотоциклисты, мопедисты. Время люди проводят гораздо больше на открытом воздухе. Те же самые дрифтеры заполоняют город Красноярск. Для того, чтобы комфортно было проживать всем категориям наших жителей в городе Красноярске, это и пешеходам, и пожилым людям, которые хотят отдохнуть в то время, когда молодежь начинает у нас, наоборот, больше интенсивно передвигаться по городу, устраивать так называемые тусовки. Второй год подряд в этом году мы будем уже рекомендовать нашим байкерам, нашим дрифтерам непосредственно показывать свои навыки, как говорится, выплескать адреналин именно на трассе Красное Кольцо. В прошлом году, когда этот проект только начинался, мы уже сейчас можем по нему сказать некоторые итоги, так количество дорожно-транспортных происшествий на территории края с участием мотоциклов у нас сократилось на почти 10%, 9,6%, если говорить. Это говорит о том, что действительно у нас дисциплина водителей мотоциклов повышается. По дорогам они двигаются с соблюдением правил дорожного движения. А уже когда имеется возможность, на Красном Кольце они выплескивают всю свою энергию. Хотел бы также отдельно обратиться к автомобилистам, которые начинают вносить изменения в свои транспортные средства, устанавливают прямоточные глушители, занижают транспортные средства, тем самым стандартный серийный автомобиль каким-то образом приводить больше к спортивному автомобилю. На Красном Кольце вы можете использовать этот автомобиль абсолютно без всяких претензий. Там это возможно делать. По улицам города на таких транспортных средствах передвигаться у нас запрещено. За это предусмотрено как административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. А также в случае выявления таких фактов сотрудник госавтоинспекции будет фиксировать все эти внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Так как данные внесения изменений у нас не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности конструкции транспортных средств, у госавтоинспекции имеется возможность прекращать регистрацию транспортного средства, производя аннулирование. В следующий раз, если транспортное средство будет уже задержано с этими внесенными изменениями, у водителя будут изъяты государственные регистрационные знаки и регистрационные документы на данный автомобиль. После чего эксплуатация транспортного средства будет запрещена до устранения причины. Водителю необходимо будет привезти это транспортное средство в соответствии с тем, когда он выпускался заводом-изготовителем. Пройти в соответствии с техническим диагностированием и только после этого может быть восстановлена регистрация. Спасибо большое. Сергей Иванович, хотелось бы Вашей оценке проекта. На самом деле сегодня для нас очень важная история, потому что в четвертый год данный проект реализуется. Последние два года мы вместе с госинспекцией плотно работаем. Здесь больше такая история, как, допустим, у нас в центре мастер-мального спорта «Спортовс», когда у нас появляется возможность выплескивания энергии молодых людей не где-то в уличных форматах, подвергая свое здоровье и здоровье людей, наше вокруг каким-то риском. Здесь история как раз, когда ребятам, молодежь могут участвовать бесплатно в таких заездах, не выезжая на улицу, не подвергая свою жизнь каким-то рискам, других участников движения. И мы видим итоги, мы видим отзывы этой молодежи, которая сегодня, в том числе, свой автомобиль, так называемый, заряженный, может выставлять. Это определенное сообщество, комьюнити, которое сегодня пользуется спросом. Здесь, конечно, важно отметить, что таких ребят все больше и больше, которые сегодня выходят из тени и активно участвуют в заездах на Красном Кольце, не выезжают в город. Как раз мы говорим о том, что сегодня мы на правильном пути вовлечения молодежи в правильные практики. И для нас такая очень важная история, потому что есть итог. Но, конечно, очень важна была инициатива, которая шла от ребят, шла от госинспекции при поддержке правительства. Этот проект получился, потому что здесь как раз вопрос инициативы, которую в том числе ребята проявили. Спасибо большое, Сергей Иванович. Прежде чем дать слово нашему еще одному спикеру, я хотела обратить ваше внимание, что у нас сегодня здесь присутствует Георгий, участник как раз этой программы. И после пресс-конференции, я думаю, что если у кого-то есть возможность и желание пообщаться с человеком, который на себе это испытал, я думаю, он поделится своими впечатлениями, эмоциями. Поэтому, Александр, теперь слово вам. Все, какие условия участия, пожалуйста. Мы очень рады, что в этом году у нас также есть возможность предоставить нашу трассу для проведения бесплатных заездов. Прошлый год показал очень много положительных отзывов, очень большое количество участников, не только из Красноярска, а из городов-края, которых мы также приглашаем на бесплатные заезды. 28 мероприятий в этом году мы планируем провести во всех дисциплинах автомобильных. Это и дрэк-рейсинг, это кольцевые гонки, это дрифт, это мото-гонки. Мы для дрэк-рейсеров, для наших немножечко усовершенствуемых системах монетража. Будем проводить официальные мероприятия, на которых они будут показывать свои лучшие времена, соревноваться друг с другом на безопасной трассе, на специально подготовленной, с обученными маршалами, судьями и так далее. Мы на нашем официальном сайте Красного Кольца разместим и уже подготовили план на весь год, все 28 мероприятий. В среднем по 2-3 мероприятия в месяц будут проходить. Если вдруг какая-то информация будет у нас меняться, мы обязательно в наших социальных сетях, ВКонтакте, мы с талгами будем доносить эту информацию о времени, о дисциплине, которая будет проводиться. Это, скорее всего, пятница, суббота, воскресенье. Это вечернее время, когда есть возможность либо от учебы, либо от работы быть нашим участником свободными. Что нужно сделать? Нужно приехать на трассу в день проведения мероприятия, заполнить форму и получить либо датчик монетража, получить шлем. Это обязательное условие заезда в наличие шлема и исправных ремней безопасности. И получать удовольствие на трассе выклёстки с адреналином. Спасибо большое. Мы можем к вопросу перейти. Комендарь, если вопросы у вас есть, пожалуйста, задайте их, представляйтесь. Извините, я понял. Скажите, пожалуйста, когда с комплекцией на поле? Мы планируем запустить первые бесплатные заезды в следующую пятницу. В пятницу, суббота, воскресенье. Время будет указано дополнительно. Сейчас трасса практически готова. Мы зависим немножечко от погодных условий, в связи с тем, что у нас зимние соревнования были тоже достаточно масштабные и трасса была залита льдом. Мы ждём хороших тёплых дней и сразу же стартуем. Мы уже готовы. Наши студии, маршалы, система натража, всё готово и все ждут. Но это будут какие-то мероприятия или это просто будут бесплатные заезды? То есть любой человек может приехать просто покататься или участвовать? Мы начнём с дня открытых дверей, куда мы приглашаем всех желающих. В том числе мы хотим пригласить представителей наших гоночных серий любительских, известных наших красноярских пилотов и провести такой небольшой формат фестиваля, где можно будет и покататься, и пообщаться. И вообще мы расскажем, как это всё будет проходить летом, на каких условиях. Более детально можно будет обратиться к администраторам штаба и на любые вопросы мы ответим. Спасибо. А сколько народу участвовал уже? Порядка 800 человек с июля по декабрь прошлого года. То есть за полгода такое количество участников у нас прошло. Технические требования к автомобилю? Шиповая резина? На данный момент, и мы понимаем, что не все ещё успели переобуться в летнюю резину. К сожалению, наше покрытие не позволяет выезжать на автомобилях шипованной резиной. Но зимняя, не шипованная, либо уже летняя резина приветствуется. Впоследствии, ну естественно, летняя, зимой, если трасса позволяет, если там есть снежный накат, либо лёд, то, конечно, на шипах можно. На данный момент это либо зимняя, не шипованная, либо летняя резина. По исправности, ну по техническим характеристикам, это исправный автомобиль, наличие ремней безопасности, ну и получение шлема в штабе. Информационная агенция новостей Максима. Вопрос. Какой уровень вождения наше полное участие? Не принципиально. Главное наличие водительского удостоверения. В основном эта программа рассчитана на новичков от 18 и старше. Для тех, кто не просто, это не просто заезды посоревноваться, это возможность отработать какие-то навыки основные управления автомобилем, почувствовать себя увереннее, почувствовать свой автомобиль. То есть от 18 и старше. Спасибо. Алексей Викторович, вопрос к вам. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, все мы знаем, что на Кразе проходят ночные гонки, неигальные, они проходили в эти выходные. Есть ли возможность поставить туда экипажи на всю ночь, чтобы этих гонок просто не было? Эти гонки нами пресекаются. И я могу сразу сказать, неспроста в первой части своего разговора я уже обозначил, что в случае, если будет принимать участие и вообще передвигаться по городу транспортные средства с измененной конструкцией, то мы будем принимать все меры для того, чтобы данные транспортные средства прекратили свое передвижение по городу. В случае, если регистрация транспортного средства аннулирована и его эксплуатация дальнейшая запрещена, а эта эксплуатация запрещается путем помещения на специализированную охраняемую стоянку в соответствии с Кодексом Российской Федерации административных правонарушений. Поэтому здесь, еще раз говорю, лучше от этого воздержаться. Безусловно, сотрудники будут работать и в случае выявления таких нарушений принимать жесткие меры. Для этого как раз этот проект организован, что все, что касается с выходом за правила дорожного движения, за соблюдение правил дорожного движения, должно быть непосредственно проводиться в специально оборудованных местах, каким местом и является данная спортивная планочная трасса. Спасибо. Я добавлю, что мы готовы проводить мероприятие именно для участников соезда на 400 километров. У нас для этого есть все условия. Опять же, я говорю, что мы обновляем систему экономикажа. Это все будет с официальным временем, с официальными результатами, со стартами, светофорами. То есть, все по правилам официальных соревнований. Чего нет на кразе. Да, чего нет на кразе. Вот поэтому мы всех приглашаем абсолютно свободно. То есть, все, что у нас здесь делать, действительно, это иметь водительское удостоверение, спамный автомобиль и заполнить форму. Дальше все уже как бы по регистрации, по организации мероприятия. Мы все берем отсюда. То есть, соответственно, небезопасность есть? Конечно. Конечно. Обязательно присутствие службы, это скорая помощь, пожарные автомобили, это обязательные условия проведения любых соревнований, в том числе и любительские. Причем здесь мы видим, что нет того источника случайности, который может возникнуть непосредственно на кразе. Здесь можно полностью отрываться на все сто процентов. А будут какие-то там, не знаю, мастер-классы, там, вот вы говорите, там мастер-стойки? Да. В прошлом году мы уже провели один фестиваль, когда мы приглашали действительно всех пилотов действующих, которые участвуют у нас в гоночном прессовом чемпионате, и дрифтеры, они все идут навстречу, они готовы рассказать, показать. То есть, у нас был достаточно такой масштабный проект. Можно было посидеть в гоночном автомобиле, можно было проходить с пассажиром, задать вопросы. Мы планируем такого рода мероприятие обязательно, ну, потому что это действительно интересно, это возможность пообщаться с профессиональными гонщиками, получить какой-то, не знаю, вопрос элементарно о технических характеристиках автомобиля, как построить свой гоночный автомобиль, ну, либо какие-то навыки управления автомобилем в том же дрифте и так далее. Вот. Мотозаезды у нас очень активно в прошлом году приезжали мотогонщики, они собираются очень большими группами, вот. И для них это действительно безопасно, трасса подготовленная, никаких тоже, опять же, случайностей, никто не может выбежать, выехать и так далее. А вот такой вопрос есть. Как быть тем, у кого уже автомобиль с изменением конструкции, на то, что вы хотите участвовать в свободных завязках на Красном Кольце? Как доезжать до Красного Кольца? Брать эвакуатор, либо на свой страх и риск ехать в городу на экипаже, бояться, что решатся на любую администрацию? Вопрос, конечно, хороший, могу сразу на него ответить, что в данном случае, в случае эксплуатации по дорогам, водитель, если его остановит сотрудник госавтоинспекции, будет подвергнут соответствующему административному воздействию. Для того, чтобы исключить эти факты, мы прекрасно понимаем, что на тех автомобилях, которые вы планируете использовать, что проще сделать так называемую каталку, куда поставить переднюю часть и зацепить за нормальный автомобиль и доставить его до... Это вам даже еще и нет нормальных автомобилей. Тогда задам любой вопрос. А как вы на автомобиле, который ненормальный, проходите техническое диагностирование? Вот здесь сразу возникает другой вопрос. Я могу маленько выйти за рамки нашего вопроса, но то же самое для всех объяснить, что сейчас мы очень строго контролируем прохождение технического диагностирования именно транспорта, который передвигается по городу. У нас сейчас у наших сотрудников появилась доступность с использованием мобильных планшетов к базам РСА, к базам проведения технического диагностирования. Если мы прекрасно видим, что транспортное средство прошло техническое диагностирование, а на нем видны явные внесения изменений в конструкцию, транспортное средство не соответствует техрегламенту, то после этого нашими сотрудниками готовятся соответствующие документы, и мы привлекаем к ответственности уже того технического оператора, который выдал диагностическую карту. Ответственность там очень серьезная. На самого оператора физическое лицо до 30 тысяч рублей, до юридического лица, который выдал недействительную диагностическую карту, ответственность до 200 тысяч рублей. Поэтому, скорее всего, вы при этом передвигаетесь не только на техническом неисправном автомобиле, но еще и без страхового полюса. А здесь уже в любом случае есть ответственность. Поэтому здесь вы можете перевозить транспортное средство, не нарушая правила дорожного движения. Георгий, можно хранить его на красном кольце. Спортивно. Да, я не сладен. На автобусе приехал. Это вопрос мы обсудим. Конечно, надо же дополнительную сладу, и вы подумаете. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Нет. Коллеги, если вопросов к нашим спикерам больше нет, то мы их поблагодарим. И если мы хотим Георгию, может, к вам усвоить, и позадавать ему вопросы, то, пожалуйста, попал здесь, мы можем с ним учить и говорить.